Фильмы о школе В основе сюжета драма отчаявшейся учительницы истории, которая захватывает заложники целый класс. И, по мнению авторов картины, это не просто школьный конфликт. Это тема нашей общей разобщенности. Не только в обществе, а в обществе. Потому что сложно договориться, сложно найти точки согласия друг с другом. И вот об этом фильм, фильм о том, что класс это такое мини-общество, средств некого такого сбора людей разных совершенно классовых и социальных слоев. И вот, скажем так, сама школа, класс это как некий метабор нашего с вами общества. Нужно получить оценку только для того, чтобы там ЕГЭ сдать, куда-то пойти дальше, а так вот, чтобы сформировать в себе личность или сформировать какой-то кодекс нравственности, кодекс вообще понимания, как жить в обществе, существует ли это общество, являемся ли мы частью этого общества. Или в общество так, до свидания, а я поеду учиться в Европу. Ну вот, миллион таких тем, которые, по-моему, очень актуальны в сегодняшний день. Съемки фильма проходили в городе Королеве. И по случайному стечению обстоятельств именно в той школе, где учился актер Андрей Мерзликин. Он, когда мне звонил, говорит, Андрей, мы снимаем в школе. Я говорю, какая школа? Школа номер 7. Я говорю, господи, ты, боже мой. Это та школа, в которой я учился. Я не был в ней 33 года. И мне очень захотелось побывать там, где, ну, в последнее время, наверное, эту школу видел только где-нибудь во снах, каких-то путешествий в детстве, в своих представлениях. И это каково было мое удивление, что ничего практически не изменилось в хорошем смысле. Я приехал, все, оно стоит так вот, как было. И я вот абсолютно легко ориентируюсь, хотя прошло там действительно какой-то срок. И так хорошо Алексей это все проснял, что очень подробно зрители увидят ту атмосферу, ту школу, в которой я когда-то, так же, как и мой герой, учился. Роль директора школы в фильме «Училка» исполняет Анна Чурина. И личный опыт по признанию Анны помог ей понять своего персонажа. Я вспоминала свою школу. Конечно, у меня был совсем другой директор в школе. Но не только из воспоминаний. Я вообще по первому образованию педагог. Я учитель английского, и у меня была практика в школе, причем в 11 классе. И я приходила в школу как педагог и вела уроки. Конечно, мне это помогло здорово. Брала еще за основу наших таких молодых женщин-депутатов. И Максакову, и Кожевникову, и так далее, и так далее. Девушек довольно молодых, но которые как-то вот пришли во власть, что называется. Они являются представителями власти, народа. И я брала это за основу, потому что, мне кажется, это такое веяние нашего времени, когда довольно молодые чиновники управляют большими корпорациями, компаниями, школами в том числе. И как-то вот про это тоже надо, наверное, поговорить. Название фильма «Училка» подверглось осуждению некоторых зрителей. Но по режиссерскому замыслу такой резонанс позволяет углубиться в проблему. У нас, кстати, была такая проблема с китайским прокатом. Когда у нас были в фильмах в китайском прокате, и когда пытались перевести китайцы слово «Училка», они поняли, что у них нет аналога, что у них настолько уважительное отношение всегда к учителю, мастеру, тому, кто выше, тому, кто несет знания, что для них непонятно, как так можно взять и оскорбить учителя. Но, опять же, мы своим фильмом ни в коем случае не оскорбляем. Мы хотим вызвать на свет проблему, поговорить о ней. И фильм снят с огромным-огромным уважением к нашим учителям. Потому что мы считаем, что эта профессия должна быть в реестре необходимой. Она и есть в реестре необходимой профессии, потому что это люди, которые отвечают за воспитание будущего поколения, в общем-то, нашего будущего, нашей страны. Это нисколько не пафосные слова, а это на самом деле так и есть. Героине Ирины Купченко удается держать в напряжении не только свой класс, но и зрителей на протяжении всего фильма. Великая Ирина Купченко в этом. Здесь уже как раз закрывается та ниша дефицита фильмов для поколения, которые знают, кто такая Ирина Петровна и Купченко. Это то, на ком мы, с одной стороны, выросли, и по уровню актерского существования в кадре, по величию актерскому. Так часто мы скучаем. Я и, конечно, наши родители. Надеюсь, что и молодое поколение увидит, что вот это вот уровень. Да кто вас боится? Зрители Челябинской премьеры остались под сильным впечатлением от увиденного. Есть над чем задуматься, есть что обсудить. В целом сработано талантливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова